Комната моей дочери. Она хотела как лучше для своих же детей, а получилось так, что сына и двух дочерей, младшие всего два года, могут разлучить с мамой. Проблема в том, что дом не подготовлен к морозам. До меня уже добралась опека. Еще летом Галина решила газифицировать жилье. Нашла подходящую организацию на сайте городской администрации. Связалась с руководителем. Специалисты приехали, оценили объем работ, сделали смету. Сумма для матери-одиночки оказалась приличной порядка 100 тысяч рублей. Женщина взяла кредит в банке, подписала договор с подрядчиком, оплатила услуги и все на этом. Проходит месяц, в течение месяца я звоню. Вы когда начнете работать, что? Приехал его монтажник рабочий, где копал за воротами яму, где вот эти трубы находятся. Копал-копал полдня молодой мальчишка. По итогу, ну я же там не ходила, выхожу, он все закопал. Я говорю, что уже все? Он, тут нету ковера. Ну я как бы не понимаю, что это такое ковер. Я говорю, а как будем тогда проблему решать? Ну я позвоню, типа Игорь Леонидович, там все решим. В итоге опять пропали на месяц. Девушка звонила, писала подрядчику, но в ответ либо тишина, либо обещание. В очередной раз рабочие приехали только в сентябре. Установили газовое оборудование и снова пропали. Пробуем связаться с руководителем фирмы. Гудки идут, но трубку он не берет. На сегодняшний день вся необходимая документация от «Газпрома» у многодетной матери готова. Есть труба, ее осталось только врезать в действующую сеть, и вопрос будет решен. Но как бейчанке пояснил подрядчик, возникли проблемы с подключением. Якобы соседка, живущая за стенкой, выступает против и не дает своего согласия. Хотя зачем спрашивать разрешение, если газовая труба общая? Хозяйке в день нашего визита дома не оказалось. Есть кто дома? Галина, которая стала заложницей всей этой ситуации, не знает, как быть дальше. Она просит недобросовестного подрядчика вернуть деньги. Уже готова восстановить печь, которую снесла этим летом. Главное, чтобы дети были рядом. Сейчас в доме тепло, температура выше нормы. Согреваются обогревателями, они есть в каждой комнате. Но вот что делать, когда за окном будет мороз за 30? Я уже даже не высыпаюсь, потому что я каждые два часа встаю. Я боюсь сгореть. У меня уже начинают плавиться розетки. Вот в прямом смысле слова. Я каждые два часа встаю, включаю, выключаю. У меня уже настолько сил нет. Нет. Ну, отбесили у меня уже психи, я уже срываюсь. Я просто устала. Оплачивать съемное жилье не по карману. В крайнем случае приютить многодетную семью готов сосед. Места в доме у него немного, но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Сейчас холод будет, она говорит, куда? Я говорю, ну сюда вы идите, пол. А куда я деваться-то? У меня здесь никого нету, ни родни никого, она одна, пол. Александр Сергеевич сам неоднократно пытался дозвониться до той фирмы, что взялась за газификацию дома соседки. Но тщетно. Женщина сейчас просит правоохранителей организовать проверку в отношении подрядчика, который накануне морозов оставил многодетную семью без отопления, и по вине которого мать могут разлучить с детьми. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком.